Клиническая демонстрация по теме Подъем температуры до 38 градусов Цельсия в течение 3 дней Обратилась в поликлинику по месту жительства, где было проведено рентгенологическое исследование органов грудной клетки И обнаружен левосторонний плеврит, контакт с больными туберкулезом, при этом пациентка отрицает Лен, давайте вспомним вашу историю заболевания с самого начала Я знаю, что 13 сентября 2010 года вы впервые почувствовали какой-то дискомфорт, так? Да Вот в чем он выражался? Боли, появились слабость, температура, недомогание? Да, у меня было такое состояние, видимо, температура, недомогание Но тогда я еще была на отдыхе и не понимала, что там со мной происходит То есть это все на фоне полного благополучия? Предварительно там переохлаждение, переутомление, каких-то провоцирующих факторов? Ничто не предшествовало, да? Ну не знаю, теперь-то я вспоминаю, может быть переохлаждение и было, но оно для меня, я не сразу поняла, что именно вот после прогулок на море как раз был очень сильный ветер, очень сильный Ну а поскольку нам хотелось таки подышать воздухом, вот я так предполагаю, что, наверное, вот толчком, наверное, было именно это Возможно, перемены климата, там, акклиматизация, долгая дорога, ну, что-то спровоцировало, да? Да И вот вы почувствовали вот это недомогание, что дальше? Вы обратились к доктору? Да, по возвращении То есть там вы все это как-то перетерпели, да, и решили все, визит к врачу отложить уже, когда вы приедете домой Да, у меня там возникла проблема некая, у меня воспалился геморройный узел, так неожиданно для меня И, в общем... То есть это все совпало, все одновременно, да, вот эти грудные симптомы, да? Да Да, грудь-то, вот именно грудная клетка заболела непосредственно уже по возвращении Домой Да, потому что тогда просто я себя очень плохо чувствовала, у меня слабость была И вот мы уже вернулись Вы принимали какие-нибудь лекарственные препараты? Сейчас я не могу вспомнить, но что-то, что мне прописывал доктор после оперативного университета Хорошо, вы вернулись домой, да? Что дальше? Буквально там, наверное, на второй или на третий день после возвращения вот у меня начались резкие боли Я не могла поворачиваться Боли где? Боли где? Я не могла поворачиваться на терапевту Она посмотрела, но тоже не сразу, кстати, определила Она мне выписала какие-то лекарства, сказала, вот ты попринимаем, а подождем, какая будет Какой-то период времени, да? Но я к ней вернулась буквально, наверное, через пару дней Я сказала, что... Ухудшилось? Ухудшилось состояние, что мне ничего не помогает И она посмотрела и сказала, что у меня, скорее всего, плеврит Но это без рентгенологического исследования, да? Без, да, она сделала предположение Вызвали скорую, меня сразу на скорую везли в больницу Мне сделали тот же рентген И был обнаружен плеврит, да? Что потом, после обнаружения плеврита? Ну что, лечение уже в больнице, меня положили в больницу То есть вас госпитализировали уже в стационар? Да, меня уже не опустили Специализированный стационар, да? Нет, нет, это обычная городская Обычный терапевтический, да? Да И там, наверное, назначили антибактериальные препараты широкого спектра действия Вы начали лечиться? Да Или все-таки там какой-то период времени диагностика еще шла? Лечение несколько позже было? Нет, лечение уже шло, потому что я еще обратившись в клинику Обратилась к специалисту, к пульмонологу И она мне прописала лечение И я с этими лекарствами уже, в общем-то, пришла в больницу В стационар А скажите, пожалуйста, у вас перед этим не было никаких контактов с больными туберкулезом? Нет Может быть, соседи, друзья, родственники, коллеги? Вообще никаких предположений нет А была ли у вас положительная реакция Монту в детстве? Не могу этого, как бы, сказать наверняка Но все дети, как дети, то есть меня никогда не выявляли как-то особенного И сказать, что вы чаще других простудными заболеваниями болели В период детства, подростковом периоде, уже во взрослом состоянии Чаще других нет То есть болела часто Все как обычно Да, ничего особенного 20 сентября 2010 года женщина была госпитализирована в пульмонологическое отделение городской больницы При компьютерной томографии органов дыхания в плевральной полости обнаружено около 500 мл свободной жидкости Произведена пункция плевральной полости Удалено 300 мл свободной жидкости Исследование пунктата показало Невысокий удельный вес 10-17 Повышенное содержание белка 10% Положительная проба ревальта и клетки мизотелия В бактериологическом посеве плевральной жидкости микобактерии туберкулеза не были обнаружены Вот скажите, вы вас уже госпитализировали в стационар И там, по всей видимости, я так понимаю, все-таки проведена была впервые пункция плевральной полости Да Как перенесли операцию? Ну как, нормально Ну вы облегчение почувствовали? Все-таки это эвакуация жидкости, там практически пол-литра, насколько я знаю Да, да, мне было, конечно Конечно, мне было значительно легче Сразу, да? После пункции вы сразу почувствовали облегчение? Да? И после этого получали то лечение, которое вам... Да, я до конца пролечилась теми лекарствами Курс лечения я до конца Вот скажите, вся симптоматика ушла То есть вы чувствовали себя абсолютно здоровым человеком, да? К моменту выписки уже из стационара Или все-таки что-то вот чувствовали, что что-то недолечено, что-то не до конца Как вы оцениваете? Нет, мне кажется, что я вышла из больницы уже абсолютно здоровым человеком То есть когда было долечено, да? Так, что было потом? Вот вы вышли, вы себя чувствуете здоровым человеком Что было потом? Все, я вернулась к прежней жизни, я вышла на работу В общем-то, не вспоминая о том, что мне пришлось перенести А вот пульмонологи, они вас отправляли в противотуберкулезное учреждение Чтобы исключить туберкулезное происхождение процесса, да? Да Там обследование много времени заняло? Как вы там? Я сделала рентген На рентгене все было хорошо И в общем, мне дали справку о том, что я... Нет туберкулеза Нет туберкулеза, да, абсолютно здорова Здорово, все Ну и все, на этом вы начали жить своей обычной жизнью Да Назначена терапия с использованием антибиотиков широкого спектра действия Гентамицин из группы аминогликозидов в дозировке 80 мг в день Клацит из группы макролидов в дозировке 500 мг в день И фортун из группы цефалоспоринов 1 г в день Также был назначен дексаметазон в дозировке 2 мг через день И иммуномакс 200 мг в день На фоне полученной терапии получена положительная динамика В виде купирования клинической симптоматики И уменьшения свободной жидкости в плевральной полосе до объема 90 мл 14 октября 2010 года Женщина была направлена в противотуберкулезный диспансер по месту жительства Для исключения туберкулезной этиологии процесса В противотуберкулезном диспансере по месту жительства женщина обратилась в марте 2011 года И состояние было расценено как реконволюсцент после перенесенного левостороннего эксудативного плеврита неспецифической этиологии Вопрос о туберкулезной этиологии процесса был снят 18 апреля 2011 года Через 7 месяцев после дебюта левостороннего плеврита Пациентка повторно отмечает появление дискомфорта в левой половине грудной клетки Слабость, повышение температуры до 37,8 градусов Цельсия 21 апреля 2011 года было выполнено рентгенологическое исследование органов дыхания И как видите здесь повторно было сделано заключение левосторонний плеврит Потом настал следующий год, весна, это получилось через полгода У меня вернулись эти боли Они нарастали вот как-то и исподвалили вот прям резко вдруг на фоне полного благополучия Как? Да, наверное скорее всего резко Но так как я уже знала, что это за боль То я поняла сразу, что это рецидив Что это у меня, да, вернулось И как бы тут никаких больше предположений других не было Сомнений не было, да? Да Что потом? Куда вы обратились? Вызвали скорую Нет, нет, там было немножко все по-другому А вот перед тем, как рецидив произошел, никакой провокации не было рецидива? То есть опять на фоне полного благополучия случился этот рецидив? Был опять ветер То есть все равно вы не исключаете какой-то момент переохлаждения, переутомления? Да, это 90 процентов, что это переохлаждение Был ветер И как-то я так нехорошо была одета, скажем так 28 апреля 2011 года Женщина была госпитализирована в пульмонологическое отделение городской больницы с диагнозом левосторонний эксудативный плеврит неясной этиологии 26 мая 2011 года в условиях отделения таракальной хирургии была произведена видеоторакоскопия, малая торакотомия, биопсия плевры Гистологическое заключение в исследуемых кусочках плевры и ткани легкого картина туберкулезного воспаления И потом, вот после этого, вот насколько я знаю, вот 29 апреля вы опять были повторно госпитализированы в пульмонологическое отделение больницы Да Многопрофильное, да? Что там, да, в больнице? Повторно делали пункцию или там еще какие-то другие виды обследования были? Да, мне повторно сделали пункцию Вы опять почувствовали облегчение, да, после пункции? Да Но я знаю, что там еще вам посоветовали сделать видеоторакоскопию и пункцию плевры Да Биопсию плевры Да, потому что врач сказала, что нам нужно докопаться до истины Она тоже хотела понять, почему рецидив произошел Как вы перенесли операцию? Тяжело Тяжело, да? Да Ну вообще вот никакого смущения вас не вызвало, что... То есть вы не сомневались, надо, значит надо, надо выяснить причину, значит надо соглашаться на это Абсолютно не сомневалась Конечно, я доверяюсь полностью врачу, который меня лечит Вот, вам сделали эту операцию, да, что потом? Через какое-то время после операции, по-видимому, гистологическое заключение было? Да, но врач сразу пришел после операции, как только я вернулась из наркоза Он сразу пришел мне и сказал, успокоил меня, говорит, все нормально Ну, там просто, как мне показалось, исключали рак То есть самое худшее подозрение, оно было снято, да? Да, он меня успокоил, сказал, Лена, все нормально, это не рак А вы думали о том, что может быть рак? Вот вы лично думали? Нет Вам даже такая мысль в голову не приходила? Нет, так мне в голову мысль не приходила и о туберкулезе И вот он мне тогда сказал, что, скорее всего, это туберкулез То есть какие-то эндоскопические признаки во время операции доктора насторожили, да? Да Что потом? И все-таки вот это подозрение, оно, получается, подтвердилось, да? При гистологическом исследовании материала? Да, да Вы очень расстроились? Да, я очень расстроилась, это было ударом для меня Вы раньше никогда не общались с больными туберкулезами, да? Никогда, никогда Не могла вообще предположить, что я могу там заболеть подобной болезнью Ну, прошло какое-то время, врач меня успокаивала, что это такая болезнь очень распространенная, что она лечится Дала мне лекарства, и все, отправили меня, в общем, домой для лечиться После гистологической верификации диагноза пациентка осмотрена фтезиатром Назначен курс протиотуберкулезной терапии Изаниазид, рифампицин, этамбутол, амикоцин 7 июня 2011 года женщина была выписана в удовлетворительном состоянии С положительной клинической купирования жалоб и рентгенологической Незначительное количество жидкости плевральной полости слева динамикой Под наблюдение противотуберкулезного диспансера по месту жительства 27 мая 2011 года при проведении рентгенологического исследования органов дыхания Обнаружена мелкоочаговая диссеминация По плевре слева шаровидное образование в третьем сегменте левого легкого В заключение, фокусную тень в левом легком необходимо дифференцировать Между неспецифическим осумкованным выпадом и сформировавшимся на фоне бронхолегочного поражения туберкулезным процессом Рекомендовано продолжить курс протиотуберкулезной терапии в течение двух месяцев С последующим решением об оперативном лечении Ну, насколько я знаю, все-таки здесь не обошлось без протиотуберкулезного учреждения, да? Вас направили в протиотуберкулезный диспансер по месту жительства? Да, да, я уже встала на учет и получала лекарства Там вас все устроило, все было нормально, комфортно вам в условиях протиотуберкулезного диспансера? Как вы оцениваете? Я оцениваю, ну, в общем, протиотуберкулезный диспансер это один человек, медсестра А, ну, то есть это очень маленький город, да? Да, да Но все равно каким-то образом с доктором консультируюсь, там, может быть, снимки заочно консультировали Может быть, вы ездили в областной ваш диспансер, нет? Как все это было организовано? Да, я обратилась в областной диспансер, консультировалась и там Ну, через какое-то время мне посоветовали Ну, послушайте, вам там уже официально поставили диагноз, раз уже поставили на учет, да? Да И предупредили, что лечение туберкулеза все-таки не один день Это многомесячные курсы химиотерапии, да? Вот, вы начали принимать химиопрепараты, как вы себя чувствовали? Препараты достаточно жесткие, которые используются в лечении туберкулеза? Ну, может быть, единственное, что я чувствовала, это, как это сказать, зрение у меня ухудшилось То есть я вдаль перестала видеть, как-то у меня все размыто Вы сказали об этом своему доктору? Да, но она сказала, что это и есть в противопоказаниях, поэтому... В побочных эффектах? Да, эффектах То есть вам не отменили в связи с этой жалобой препараты? Нет, не отменили И вот вы непрерывно принимали, насколько я знаю, около двух месяцев курс химиотерапии Да, все было хорошо, в общем И на фоне вот этого лечения у вас произошла задержка менструации? Нет, все случилось не так А как было? Так, а как? Я прошла уже там, сколько сейчас, не помню, там три или четыре месяца И я пошла сделать снимок в очередной раз Очередной, контрольной, да? В динамике, чтобы посмотреть Да И вот, увидев снимок, врач взяла долгую тяжелую паузу И потом мне сказала, что случай какой-то уникальный, она не понимает, что это такое Вручила мне снимок и отправила в Москву И вот я приехала в областной противотуберкулезный диспансер Вот там тоже, как оказалось, вот некий пузырь, который образовался То есть какое-то образование было видно Да, и никто не мог понять, что это такое И было сложно как-то отдифференцировать, да? Да И что потом? Решили меня отправить лечиться В стационар? Нет, в санаторий В санаторий, да? Да, то есть я чувствовала-то себя нормально А вот это образование всех сбивало с толку Никто не мог понять, что это такое Ну, поскольку уже гистологически был верифицирован диагноз То, естественно, это образование относили, скорее всего, к проявлению туберкулеза Или нет? Все-таки были сомнения у докторов Были сомнения, да? Вам говорили об этих сомнениях? Да Я еще обращалась в институт рядом с противотуберкулезом Научно-исследовательский, да? Институт туберкулеза Ну, там хирург мне сразу сказал, что вот давай, сейчас ложись, сейчас мы вырежем все То есть вам предлагали хирургическое лечение? Сразу, да, хирургическое лечение Ну, посоветовавшись вот с врачами в противотуберкулезом диспансером Вы решили подождать пока? Да, мне сказали, давайте возьмем паузу, два месяца вы отдохнете, а потом посмотрим То есть эти два месяца вы не принимали химиопрепараты, так? Я принимала химиопрепараты, да Принимали, да И вот на фоне химиотерапии у вас произошла задержка менструации? Да Лена, вы не знали, что это такой, ну, не самый удобный период для беременности? Или как-то это случайно, это не запланированная же была беременность, да? Вы знаете, я даже не знаю, как вам ответить на этот вопрос То есть я мечтала тихо об этом, но я совершенно не думала, что это произойдет в этот момент Наверное, это все-таки случайность была, которая, конечно, для меня сначала это было таким неожиданным А вы сразу почувствуете, что вы беременна? Нет, у меня произошла задержка, я пошла в санаторий к гинекологу, ей сказала об этом Я даже вообще не подозревала о том, что я беременна Ну, она сказала, сделайте тест, чтобы было точно гарантировано, что вы не беременна И какие-то она мне лекарства хотела прописать Я абсолютно ни о чем не подозреваю, купила тест на беременность, сделала И выяснилось, что тест положительный, да? Ну, и как? Вот вы выясняете, что у вас тест положительный Вы замужем, у вас взрослый ребенок, да? Вы мечтали долго о беременности, а тут такая напасть с этим сложным заболеванием, диагностикой О чем вы думали? Вы не сомневались в принятии решения? Или все-таки у вас какие-то мучительные были размышления? Мое время было очень мучительное У меня были такие метания И вот это вот ощущение счастья и несчастье одновременно Что это счастье случилось именно в этот момент Я так мучилась и боялась с кем-то посоветоваться В августе женщина отмечает задержку менструации 7 сентября 2011 года при ультразвуковом исследовании органов малого таза обнаружено плодное яйцо, соответствующее сроку беременности 5-6 недель Пошла сразу к местным врачам Акушером гинеколог? Нет В тезиатр? Да, в тезиатр И что они вам сказали? Аборт То есть вам сразу на уровне амбулаторной службы сказали, что вам нужно прерывать беременность Сразу, да Что вы им ответили или жене ответили? Ну, я ничего не говорила Они меня спрашивали, вот если у вас дети Я говорю, да, ну вот зачем вы будете рисковать? Лучше сделать аборт Вот вы дождитесь, вы вылечитесь, а потом тогда забеременеете Лена, ну вы вот перед этим говорили, что вы склонны доверять докторам все-таки, да? А получается, что все-таки не во всех ситуациях Нет, не во всех Или как? Или это была такая ситуация, где вы не могли? Нет, ну конечно, я же, если до этого я мечтала о ребенке, то я не могла сразу так принять решение Вы с кем-то советовались? Да, я поехала ко всевозможным врачам, я очень много врачей обошла И в специализированных клиниках И нет, и просто И что вот общее, или мнения все были разные у докторов? Что вам говорили, что вам советовали? Вы знаете, вот мне хотелось посчитать общее количество врачей, у которых я спрашивала У которых вы побывали? Да, я хочу сказать, что две третих, наверное, однозначно Меня отговаривали Рекомендовали прерывать Да, мне открывали большие толстые справочники, показывали Приказы, наверное, возможные Да, и что будет, если принимали во время беременности такие лекарства, какие там побочные эффекты нежелательные Что может быть с ребенком, который потом родится, да? Да Ну и как вы эту информацию воспринимали? Ой, это было очень тяжелое время Я каждый раз мужу звонила, выходя от врача, я говорила ему, ты знаешь, врач Опять рекомендует аборт А муж, как вот себя повел? Мнение мужа учитывалось как-то в этой ситуации? Да, конечно, учитывалось, но он тоже как бы дал мне время разобраться самой Потому что ведь были врачи, которые говорили мне, что можно родить Можно, возможно, да? Поэтому я цеплялась За каждую возможность За каждую возможность Если кто-то мне сказал, что можно, так, может быть, действительно можно И вот, насколько я знаю, вот уже где-то к периоду ваших вот этих мучительных размышлений И вот в сентябре 2011 года вы обратились в специализированное консультативное отделение туберкулезной клинической больницы городской, да? С этим же вопросом Да И что там вы... Ну, я думаю, вы туда пошли тоже хотели очередное мнение суммировать, да? В общем количестве мнений Да, да, именно так и произошло И оно оказалось в пользу моего ребенка То есть вам там доктора сказали, что можно сохранить Да, можно сохранить И что потом? Как вы появились в нашем институте? Просто, насколько я помню, вы появились с однозначным таким страхом на лице и в глазах, что все рекомендуют прервать А у меня это... Ваш институт, у меня был в последнем списке Угу До этого я уже все обошла И я уже подумала, ну, поскольку он очень далеко от моего дома Я еще думала, можешь уже не ехать, уже как бы принять решение Думаю, ну, нет, это последняя моя возможность, я все-таки поеду И вот, когда я встретила вас... Вы помните тот день? Я помню все до мелочей Я помню, что я вас окрикнул на дорожке И просто, что вы мне не сказали, что вы там заняты, или что вы не обязаны меня принимать И все в таком духе Это уже мне показалось... Хорошим знаком, да А вообще, до этого тоже такая ситуация случилась Я же приехала уже второй раз, когда попала к вам А, вот как, да? А что было в первый раз? А в первый раз я приехала И оказалось, что уже довольно поздно было, это послеобеденное время Угу И вы просто никого не застали, да? Сложно было кого-то застать? Да, и случайно проходила девушка, пациентка Угу Я у нее спросила Я говорю, девушка, скажите, а у вас тут вот гинеколог есть? Угу Она говорит, вы знаете, здесь есть один такой доктор, я у нее как раз прохожу лечение Я вам сейчас дам ее номер телефона, вы приезжайте Все, она мне дала, вошла номер телефона, и я позвонившись Позвонившись 6 сентября 2011 года пациентка обратилась за консультативной помощью Врачу-гинекологу Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук с диагнозом Беременность 9-10 недель, левосторонний осумкованный плеврит туберкулезной этиологии МБТ- Накануне, 5 сентября 2011 года, женщина была консультирована гинекологом консультативно-поликлинического отделения туберкулезной клинической больницы, где было рекомендовано прерывание беременности по медицинским показаниям, наличие плеврита туберкулезной этиологии и прием химиопрепаратов в течение 4 месяцев Перед нами стали две сложные лечебно-диагностические задачи Первое. Какова этиология рецидивирующего процесса в легких, туберкулез или неспецифическое воспаление? И второе. Каковы шансы при этих обстоятельствах вынашивания и рождения здорового ребенка? В патоморфологическом отделении Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук проведен пересмотр гистологического материала Фрагменты плевры с множественными гранулемоподобными образованиями, состоящими из гигантских многоядерных макрофагов, гистеоцитов, лимфоцитов Образование формирует обширные поля, в которых определяются множественные участки фибриноидного некроза Аналогичные структуры определяются в субплевральной легочной паренхимии, где в одном участке они определяются в стенке кровеносного сосуда Эпителеоидно-клеточных гранулем не обнаружено Заключение – гранулематозное воспаление легких и плевры, признаков туберкулезного воспаления не обнаружено Хорошо, вы попали на консультативный прием в Центральный нить туберкулеза И мы с вами решили, вы помните, прежде чем принять решение, мы должны реально и трезво все взвесить И первое, с чего мы начали, это генетический скрининг, помните, да? Да Как вы, вот когда сдавали, там же время прошло между сдачей анализов и получением результатов Это было мучительно для вас ожидание, или уже вы так устали от этих хождений, что, собственно... Нет, вы знаете, на тот момент я уже была очень уверена в том, что все будет хорошо А что вам дало такую уверенность? Встреча с вами То есть вы почувствовали как-то внутренне, что все, все будет нормально, да? Да, да Ну, а вот генетические анализы, результаты, когда вы уже получили первый скрининг, второй, и они, в общем-то, у нас были хорошие Да, они только подтверждали все наши Хотя генетики предупреждали, что имеется фактор риска, это ваш возраст Да, но это как-то было уже совсем другое, и меня это не волновало, потому что я знала, что организм у меня очень молодой Вот, но потом для нас был очень принципиальный вопрос, пересмотр вашего материала все-таки решить Туберкулез, это не туберкулез, поскольку вот эти сомнения, они шли изначально в вашей истории И, как вы помните, мы этот материал пересмотрели в условиях патоморфологической лаборатории Вот, для вас это был принципиальный момент, вот, ожидание результата? Да, да, это действительно был принципиальный момент Что вы чувствовали в тот момент? Как вот все случилось? Можете вспомнить об этом? Ехала я за результатом на 100% надеясь, что все будет хорошо То есть вы предполагали, что, возможно, пересмотр исключит туберкулезное происхождение процесса, да? Или нет? Да, да, я надеялась, что он исключит Там опять, понимаете, шел так же, как между клиницистами не было уверенности до конца Так же и между морфологами Вот этим и был сложен ваш случай Да, то есть вот данные все время суммировались Да, нет, да, нет Да, но я же как пациент, я же только смотрю в бумажку и смотрю заключение И, может быть, у них были сомнения Может быть, они там что-то там другое подразумевали и говорили Что вот это может быть это, а может быть нет Но для меня вот заключение написано было Лена, ну вы видели, что в одном заключении, в одном учреждении одно написано, в другом другое Вы понимали, да, что есть сомнения, по-видимому, сложность какая-то идет в диагностике? Понимали это? Или все-таки вы как-то уже вот как решили, что все, да? Я для себя решила, что те положительные заключения в мою пользу, это правильные А все, что... это неправильно Отлично, отлично Гистологический материал также был пересмотрен в условиях патоморфологической лаборатории Туберкулезной клинической больницы Заключение Морфологическая картина более соответствует туберкулезному плевриту Волнообразное течение с легочным компонентом При окраске по цель Нильсину в плевре обнаружены единичные кислотоустойчивые бактерии Идентифицированные при иммуногистохимическом исследовании как микобактерии туберкулеза Пациентка была консультирована в условиях консультативно-поликлинического отделения Центрального НИИ туберкулеза, где был пересмотрен рентгенотомографический архив Рекомендовано произвести повторную видеотеракоскопическую операцию Биопсию плевры и легкого для повторной верификации диагноза Однако от предложенного метода диагностики женщина отказалась По рекомендации областного противотуберкулезного диспансера Решено с 14 сентября 2011 года сократить количество химиопрепаратов до 2 Изониазид, пирозинамид С 22 сентября 2011 года пациентка от дальнейшей протиотуберкулезной терапии отказалась В сроках беременности 11-12 недель и 16-18 недель В условиях отделения иммуногенетики Московского центра планирования семьи и репродукции Проведены исследования для исключения генетических рисков аномалий развития плода Скрининг трисомии 21 ниже порога отсечки, что показывает нормальное значение риска Скрининг трисомии 18 равен 1 к 771, что является нормой Скрининг дефекта нервной трубки уровень альфа-фетопротеинов в области низкого риска Риск развития синдрома Даун уровень ПАП-Эй 3,27, что является нормой Сохраняется базовый риск возраст матери 40 лет Однако индивидуальный риск является крайне низким С этого момента, когда вы себе дали такую установку, вы решили внашивать спокойную беременность Что было потом? Вы встали на учет женскую консультацию? Да, встала на учет женскую консультацию Там все, какого сообщения проходило над докторами, ведение беременности? Все было хорошо, абсолютно без проблем, без трудностей И в общем-то все скрининги, все исследования, которые вы в плановом порядке проходили в женской консультации Да, все было отлично, все было хорошо В сроках 12-13 недель, 18 недель, 26 недель также проводилось ультразвуковое исследование 34 недели кардиотокографическое исследование состояния плода По результатам всех ультразвуковых скринингов патологии со стороны плода не выявлено Проведено исследование на наличие бактериально-вирусных инфекций и паразитов Полученные результаты показали ВИЧ, гепатиты В и С не обнаружены Эхинококос не обнаружен Микоплазменная, уреоплазменная и хламидийная инфекции не обнаружены Вирус герпеса 1 и 2 типов не обнаружены Выявлен высокий титр антител к токсоплазме класса иммуноглобулинов G 35,8 при норме 0,3 И высокий титр антител к цитомегаловирусной инфекции 163,8 при норме 0,10 Вот скажите, насколько я знаю, во втором триместре беременности, когда вы проходили обследование У вас обнаружен был повышенный титр цитомегаловирусной токсоплазменной инфекции Вы помните, да? У вас это как-то смутило, обеспокоило, опечалило? Вроде бы уже все так более-менее стабильно, и тут новый какой-то вопрос Поднимается о новых инфекциях Нет, вы знаете, меня само это не смутило, но, наверное, это только потому, что я совершенно не знала Не понимали, да? Да, что это такое, насколько он опасен или не опасен Ну, потом вам предложили метод лечения иммуноглобулино-профилактика, который вы прошли Да Как вы перенесли введение иммуноглобулина? Ну, нехорошо как-то, тяжело я прошу А в чем тяжело, в чем выражалось тяжело? Ой, какие-то у меня такие были побочные эффекты В виде чего? Слабость, недомогание, головокружение, сердцебиение Да, я сейчас это не могу вспомнить, даже во время капельницы было тяжело Вы говорили об этом докторам, в присутствии которых проводилась внутривенная инфузия? Да, да, конечно Ну, все, вас успокоили, сказали, что такая реакция может быть, да? И потом вы, вот, каждая инфузия, она примерно одинаковым количеством, да? Таких вот реакций сопровождалась Или становилась каждая инфузия легче и легче? Нет, наверное, каждая, вот, я уже ждала Примерно, да? То есть, вот, оглядываясь назад, все-таки тяжеловато, да? Перенести эту терапию Для снижения вирусной нагрузки и профилактики проникновения инфекции через гематоплацентарный барьер Проведен курс иммуноглобулино-профилактики С помощью препарата иммуноглобулин нормальный человеческий Три трансфузии с интервалом 24 часа Этот препарат используется как иммуностимулирующее средство В терапии тяжелых бактериальных и вирусных инфекций На данной диаграмме вы видите титр антител к токсоплазменной и цитомегаловирусной инфекции До проведения иммуноглобулино-профилактики И через 3 месяца после проведения иммуноглобулино-профилактики В сроке 27-28 недель женщину начали беспокоить Незначительные ноющие боли внизу живота По поводу чего была госпитализирована Вакушерско-гинекологическое отделение туберкулезной клинической больницы С диагнозом беременность 27-28 недель Головное предлежание Угроза преждевременных родов Левосторонний эксудативный плеврит в стадии рассасывания МБТ- Проведено бактериологическое исследование мокроты От 26-27-30-31 января 2012 года Во всех исследованиях микобактерии туберкулеза не были обнаружены От предложенного рентгенотомографического исследования И курса дальнейшей протиотуберкулезной терапии Пациентка отказалась 1 февраля 2012 года Женщина самовольно покинула отделение У вас же была еще дородовая госпитализация И потом в 27-28 недель вы попали в туберкулезную клиническую больницу И потом самовольно покинули отделение Абсолютно точно А что случилось? Почему? Ну попав туда, так как я чувствовала себя абсолютно здоровым человеком Несмотря на предыдущие диагнозы Ну во-первых, сразу меня смутило, что вокруг больные люди То есть вам было некомфортно? Да, и мне врач сказал, давайте сейчас сделаем снимок, подождем Вот результаты Сделали снимок и врач сказала, что у вас вообще все хорошо Почему вы легли в нашу больницу? Ну я тоже на нее посмотрела Я не знала, почему я легла в эту больницу Кстати, кто вас направил в эту больницу? Ваш, наверное, диспансер, да? Да Ну вероятно, ваши доктора просто хотели перестраховаться таким образом Чтобы до конца там исключить Или наоборот подтвердить Ну думали, что рожать буду именно в специализированной больнице И я, в общем-то, и легла, наверное, да Я сама А вы были не против рожать в специализированной больнице? Мне нужно было посмотреть Чтобы понять, да? Потому что, да, я общалась с человеком, который лет 15 назад лежал в этой больнице Больная, скажем так, выздоровевшая И она так тепло отзывалась о врачах, о персонале Я думаю, ну дай попробуй, может быть, действительно там хорошо Потому что мне нужно было решать, где я буду рожать И вот вы там, да? И вот вы там, вроде какая-то вам рекомендация положительная дана И что потом? Ну, ну, и мне, в общем-то, прописали все равно лекарства Противотуберкулезные, да? Противотуберкулезные, да Ну, а вы говорили, вот у меня, вы сами сказали на снимках, все нормально, да? Вот какие показания, что? Да, ну, врач не слушала, она говорила У нас так положено, потому что вы лежите здесь, значит, вы должны принимать лекарства И это вызвало сопротивление вашей душе, да? Да А потом я стала общаться с больными И поняла, что там просто и с открытыми формами ложатся И я испугалась за себя То есть вы просто хотели исключить контакт с активными там формами, да? И вы, ну а почему вы не могли об этом сказать? Почему надо было самовольно покидать больницу? Меня не отпускали То есть вы пытались, да, каким-то образом сказать? Я пыталась поговорить, убедить, доказать Потом я поняла, что у меня просто другого выхода нет Надо просто собрать вещи и уйти Да, я сказала, что давайте я напишу заявление О том, что вы... Никто не несет ответственности, да, в случае И вы покинули? Да, мне пришлось просто покинуть и все А вот вы ушли из больницы Что, куда вы шли? Что вы думали? Куда идти? Срок доношенный практически уже Ну куда, снова к вам Ну, насколько я в том, мы с вами уже решали, да? 20 апреля 2012 года пациентка родила живую доношенную девочку Весом 3 килограмма 870 грамм, длиной 52 сантиметра С оценкой по шкале Абгар 8-9 баллов На пятые сутки после родов произведена БЦЖ-вакцинация Ну я прекрасно помню этот период времени К счастью, все закончилось благополучно И вы госпитализированы были в родильный дом Уже не в специализированный И вы родили сами То есть кесарево сечение Предлагали кесарево? Были какие-то вот там сомнения У доктора, все-таки у вас большой перерыв в родах, возраст? Или нет, сомнений вообще не было? Сомнений не было, потому что я даже сама предложила Вы были настроены, да, внутренне, что вы можете сами родить? Да, но врач мне как-то, знаете, сразу сказала Ты должна родить сама, у тебя это получится Потому что надо попробовать Ну как-то я доверилась снова И вот в срок, все, додели, да Как там обстояло дело БЦЖ-вакцинации из родильного в родильном доме? БЦЖ-вакцинации я отказалась сделать в доме Сами отказались вы? Да А почему вы отказались? Ну вот по совету докторов, моих фтизиаторов Чтобы сначала обследовать Выяснить активность, да? Имеется ли активность, да? Да И потом уже Ну учитывая, что получается не принимали всю беременность Против туберкулезный препарат То есть если там был бы туберкулез, не было защиты для ребенка, да? Да Что потом? Выписаны были домой Вы кормили грудью? Да Я сразу кормила грудью 25 апреля 2012 года, спустя 5 суток после родов, произведена компьютерная томография органов дыхания В С3 левого легкого визуализируется субплевральный очаг средней плотности размерами 5х4х5 мм В С3, С8, С10 левого легкого определяются интерстициальные тяжи Внутри грудные лимфатические узлы не увеличены Свободной жидкости в плевральных полостях нет Заключение Фиброзные изменения верхней и нижней долей левого легкого Очаг нижней доли левого легкого можно расценить как проявление пневмофиброза Насколько я помню, на 5-е сутки после родов делали исследование компьютерную томографию Да, сказали, что все хорошо, все чисто Ни очагов, ни вот этого образования, ничего нет И, собственно, уже можно не бояться, да? Да Вы потом посещали свой противотумберкулозный диспансер? Да, посещала И что, вот как... К чему вы пришли? Вот все-таки уже все Ну, собственно говоря, пришли к тому Я думаю, что я буду и дальше обследоваться, наблюдаться Вот что я и делаю Наблюдение в динамике по сей день, да? Да, да В настоящее время ребенок растет и развивается в пределах физиологической нормы Необходимые прививки получает согласно календарному плану Побочных реакций при этом не отмечено Ребенок как у вас сейчас развивается? Замечательно Замечательно? Да То есть все набирает вес Абсолютно Все рефлексы Прививки вы получаете по календарному плану? Да, и я сделала БЦЖ сразу практически по прибытию Но еще месяца не исполнилось, девочки Я сделала планово БЦЖ Лена, я знаю, что вы вот спустя уже 6 месяцев все равно делали контрольный снимок органов дыхания Делали различные тесты И все они подтвердили, что никакой активности процесса, вообще процесса, данных за какой-то процесс нет Краткая литературная справка По данным Фриз и Арутюняна, формирование выпыта в плевральной полости осложняет течение примерно 50 различных болезней и регистрируется у 5-10% лиц, госпитализируемых в терапевтические стационары Европейское респираторное общество наряду с пневмониями, бронхиальной астмой, хобл Относит патологию плевры к числу наиболее распространенных в настоящее время заболеваний Однако этиология экстрадативных плевритов верифицируется лишь в 67% случаев В разделе «Воспалительные заболевания плевры» классификация Тюхтина Политаева Изложенные в монографии «Болезни плевры» под редакцией Владислава Силовича Ерохина от 2010 года Выделяют инфекционные плевриты, бактериальные, вирусные, рикетсиозные, микоплазменные, грибковые и другие Паразитарные плевриты, амебиаз, филариатоз, параганимоз, эхинококос и другие А также ферментогенные или панкреатогенные плевриты Выявление плевритов обычно не представляет трудностей для клинициста Ввиду яркой клинической симптоматики и классических рентгенологических признаков Приоритет среди причин гранулематозных плевритов, безусловно, отдается возбудителю туберкулеза При этом плевриты с серозным выпадом, не содержащим возбудителя, трактуются как туберкулезные И стандартно таким больным назначают противотуберкулезные препараты Которые далеко не всегда показывают свою эффективность Поэтому диагностический поиск истинных причин эксцидативных плевритов Является актуальной задачей, особенно когда речь идет о беременности Вот на сегодняшний день, оглядываясь назад Я понимаю, что уже пережито, сейчас все уже благополучно Что бы вы могли пожелать женщинам или сказать женщинам, которые попали в аналогичную ситуацию? Ну, во-первых, нельзя принимать скороспешных решений Если даже кто-то из врачей говорит, что нельзя рожать, нельзя вынашивать беременность Нужно все равно спрашивать много-много мнений Наверное, для меня это явилось спасением Потому что, наверное, в какой-то момент я уже готова была сломаться Я так близко уже была к этому решению Ну вот, слава Богу, что в моем случае все-таки оказались люди, которые поверили в то, что я здоровая И что я смогу выносить ребенка Смогли поддержать, да? Значит, первое, это не принимать быстрых решений Абсолютно точно Надо стараться как-то обращаться к разным специалистам, суммировать мнения А что бы вы могли пожелать докторам? Потому что вы через обилие докторов прошли И хотя я с уважением отношусь ко всем своим коллегам Но не секрет, что ситуации бывают сложные И пациенты бывают сложные А, кстати, вы себя сложным пациентом считаете? Да, вам, наверное Ну что бы вы могли сказать вот докторам Нашу программу смотрят доктора И молодые доктора, начинающие доктора Которые могут в такой ситуации оказаться? Ну, то же самое Когда, конечно, обращаются с подобными случаями Тоже как-то более внимательно подходить Потому что отказаться от ребенка Это проще Да, это проще Чем, конечно, вылечить или поддержать Решится сохранить беременность? Да Но оно стоит того На данном слайде вы видите Репродукцию картины Густава Климта «Жизнь и смерть» Цель клинической демонстрации Призвать своих коллег В сложных лечебно-диагностических ситуациях Касающихся сочетания плеврита Инфекционной этиологии и беременности Делать свой выбор В сторону сохранения беременности И рождения новой жизни Спасибо за внимание А сейчас через несколько минут К нам в студию присоединятся мои коллеги Специалисты различных специальностей Которые будут проводить клинический разбор Данной непростой ситуации А вы, дорогие коллеги, можете оставлять Свои пожелания, комментарии и вопросы В режиме реального времени На странице наших трансляций Уважаемые коллеги, я с удовольствием Представляю вам участников сегодняшнего прямого эфира Это Серов Владимир Николаевич Доктор медицинских наук Профессор, президент Российского общества акушеров-гинекологов Академик Российской академии медицинских наук Заслуженный деятель науки Российской Федерации Лепеха Лариса Николаевна Заведующая лабораторией патоморфологии Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук Доктор биологических наук Профессор И Степанян Игорь Емельевич Ведущий научный сотрудник Отдела гранулематозных заболеваний Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Российской академии медицинских наук Доктор медицинских наук Профессор И, уважаемые коллеги, сегодня мы разбираем Очень интересный случай И первый вопрос, конечно же, Игорь Емельич Кварт. Скажите, пожалуйста, насколько актуальна проблема плеврита в практике пульмонолога и вообще актуальна эта проблема в Российской Федерации? Проблема плевритов актуальна во всем мире. Наша страна не выделяется совершенно. Больные плевритами встречаются достаточно часто. И проблема в том, что плевриты обычно ассоциируются с различными нозологиями и они распылены среди... Всех внутренних болезней, разнообразие их велико. И поэтому они встречаются в различных клиниках, плевриты, и разные диагностические подходы, и, соответственно, нужно найти причину этого плеврита, потому что плеврит — это синдром, а не заболевание. То есть это очень актуально, учитывая разнообразие... Это актуально, это часто встречается и часто пропускается на первом этапе диагностики. Владимир Николаевич, учитывая, что мы все-таки разбираем случаи беременности, течение беременности, все-таки плеврит — это экстрагенитальная патология. Скажите, пожалуйста, а в акушерстве, в российском нашем, это актуальная проблема? Экстрагенитальная патология у беременных и вообще патология органов дыхания? Ну, экстрагенитальная патология у беременных вообще — это очень важная вещь. Если мы говорим относительно материнской летальности, так или иначе она у нас встречается, то это почти всегда какое-то заболевание. Почти всегда. Практически беременность — это физиологическое понятие, и поэтому, в принципе, оно не должно и не может заканчиваться неблагополучно. А вот когда имеется заболевание — да. Если говорить конкретно о плеврите, то это нечастая патология. Для беременных? Да, для беременных именно. А если это нечастая патология для беременных, то акушерогинекологи не всегда ориентируются в этом деле. И чаще всего, конечно, думают о специфическом плеврите, о туберкулезном плеврите. Может быть, это и не совсем правильно, судя по тому, что мы посмотрели и познакомились с тем случаем, который был представлен на обсуждении. Ну, вот тот случай, который мы с вами посмотрели, конечно, мы, клиницисты, всегда ориентируемся на морфологическую верификацию. Тогда мы ждем заключения морфолога. Лариса Николаевна, вот скажите, для вас диагностика гранулематозных процессов, вообще заболеваний плевры — это частая такая ситуация в практике патоморфолога? Ну, вы знаете, безусловно, потому что патоморфолог, морфолог, он всегда принимает самое непосредственное участие в верификации процесса, прежде всего, и вместе с терапевтами, безусловно, ориентирован на постановку диагноза. И поэтому актуально настолько, насколько актуально вообще морфологическое исследование в диагностике. Ну, и особенность, конечно, нашего учреждения, центрального, головного, это то, что стечение сложных процессов как раз наблюдается вот в таких головных институтах. Все самое сложное у нас. И то, что плевриты в целом ряде случаев морфологом, его заключение может быть окончательным и определяющим, если мы имеем дело, с мезотелиомами, с метастазированием различным, безусловно, даже с туберкулезом, скажем, но в 50% случаев морфолог может сразу заподозрить или исключить туберкулез, вот морфолог. А в 50% случаев даже при выявлении микобактерий картина туберкулезного спаления может носить неспецифический характер. И вот здесь как раз, согласно я совершенно с Игорем Ильичем, что вот большая группа неспецифических плевритов существует, где очень много, колоссальное разнообразие возбудителей, микроорганизмов, а морфологическая картина довольно однообразна. Довольно однообразна. И здесь, безусловно, морфолог, он ограничен, должен работать в комплексе с лабораторными службами. Конечно, с другими диагностиками. Безусловно. Диагностики, я поняла. Ну вот, Игорь Ильич, возвращаясь опять к плевритам, да, вы только что сказали, что огромное разнообразие. Но я знаю, что существует много классификаций и в отечественной литературе, и в зарубежной. Вот вы можете нам сейчас сказать, какую вы считаете наиболее оптимальной для практической деятельности? Ну, классификация всегда имеет какой-то дидактический характер, поскольку там ее задача обучить человека, который не знает, не имеет опыта, то есть это какой-то источник знания. Ну и, конечно, в пульмонологии это классификация лайта, которая с 80-х годов во всем мире ведущая, имеет значение. Ну, вот в нашей стране вышла не так давно монография Тюхтина под редакцией Академика Ерохина. Там очень подробная классификация плевритов. Ну, вот мне, например, с точки зрения практической импонирует, вот я захватил даже с собой вот эту книгу, заболевания плевры наших сибирских коллег-фтизиатров. А кто автор? Здесь Варин, академик Стрелес спокойный и профессор Ханин. И вот здесь практическая группировка, и она не претендует на классификацию всеобъемлющую, но здесь вот с точки зрения фтизиатров туберкулез, злокачественный, неспецифический плеврит, в том числе и парапневмонический, транссудаты от нарушения кровообращения, редкий и идиопатический плеврит. Вот я считаю, что наиболее проста, которую любой терапевт или другой специалист, медик может удержать в голове, потому что все остальное это очень сложно, и это нужно привязывать к конкретному случаю или исследованию. Спасибо. Владимир Николаевич, но я опять возвращаюсь к беременности. Вот все-таки в данном случае не было планирования беременности, к сожалению, беременность наступила вопреки всем тем обстоятельствам, которые мы разбирали. Однако беременность произошла, она оказалась желанной, и с этого момента специалистам разных направлений приходилось решать ряд сложнейших вопросов. Вот это проблема вообще, не запланированная беременность в нашей стране, или все-таки это частный какой-то случай, сейчас уже положительная тенденция, может быть, наметилась? Ну так категорически, может быть, нет смысла обсуждать непосредственно термин, но дело в том, что в нашей стране, конечно, незапланированная беременность чаще всего заканчивается прерыванием, абортом. Практически все аборты – это незапланированная беременность. То есть семья не собирается продолжать беременность, не рассчитывает на рождение ребенка, а пытается планировать беременность с помощью аборта. Ну, надо сказать, что это очень серьезная проблема, в основном отечественная проблема. К сожалению, да. Да, к сожалению, да. Если взять европейский опыт, вообще нет стран, где нет абортов, но дело в том, что разные страны имеют совершенно различное количество таких очень неприятных, так сказать, процедур. Мы какие там в этом количестве? Ну, вот я вам сейчас приведу пример. Значит, вот на тысячу женщин, ну, детородного возраста, скажем, в Голландии это 5-6. Всего лишь. В Германии это, скажем так, примерно 9-10, а у нас примерно 25. Это при том, что у нас контрацепция стремительно развивается? Ну, насчет этого я сказать не могу. Я только могу сказать, что существенно число абортов снижается. И вы знаете, когда мы начинаем говорить о планировании беременности, вообще о снижении числа абортов, надо иметь в виду, что это процесс. Вот когда Россия входила в Советский Союз, то в Советском Союзе было примерно около 6 миллионов абортов. И 4,5 миллиона были российскими. Огромное количество. Учитывая, что в среднеазиатских регионах мало было абортов относительно, а вот в западных территориях было значительно больше, чем в России. Владимир Николаевич, ну вы все-таки практикующий. А вот я хочу вас перебить. А сейчас у нас все-таки 900 примерно 80 тысяч абортов. Они постепенно, но снижаются. Поэтому, когда идет спор об абортах, мы немножко отклоняемся, но это очень важный вопрос. Когда мы говорим об абортах, то нельзя взять и оборвать. Говорят, вот запретите все. Это, конечно, утопия. Это не решит проблему. А вот постепенное снижение, оно идет и оно будет проходить. Поэтому перспектива благоприятная с точки зрения аборта. Отлично. Но тем не менее, в данном случае, Лариса Николаевна, несмотря на ту информацию, которую нам сейчас академик Серов предоставил, но в данном случае так получилось, что да, не запланировано, но нам оказалось желанное. И вот судя по демонстрации, были целый ряд претензий к пролонгированию беременности. Я знаю, что вам, как патоморфологу, вы психологически тоже поддерживали эту женщину, потому что была верификация. Все-таки для нас, клиницистов, это очень необычно, что морфолог оказывает психологическую поддержку пациенту. Это у вас впервые такое было, или у вас какой-то опыт наработан? Как все случилось? Светлана Ивановна, дело в том, что это, опять же, особенность головного института, куда люди приходят уже почти в последнюю инстанцию. И действительно, приходят они, уже пройдя определенный путь диагностики. И многие из них уже попробовали, собственно, и это неэффективное лечение начинается сначала. И психологически эти люди, они абсолютно, да, они испуганы, они подавлены. И для того, чтобы нормально с ними работать, надо создать хотя бы элементарную, благоприятную психологическую установку. Ведь что значит все-таки подойти уж не только к процессу, но и приблизиться к диагнозу? Это надо так поговорить с пациентом, чтобы он о себе рассказал целый ряд деталей, которые могут играть. Ну, пусть не в этом даже случае, но целый ряд есть нозологи, где просто от нормального разговора предварительного, да, целый ряд вещей, да, диагностика, она может поворачиваться совершенно. Ну, и мы всегда еще имеем в виду и то, что диагноз туберкулеза, ведь, в общем-то, он часто влияет на судьбу человека. К сожалению, это так, и поэтому, конечно, мы видим вот этих людей, и, ну, наверное, соучастие в тезиатрах здесь как-то всегда уже шло исторически. Как-то так по-другому-то и не получается. Вот, поэтому я еще раз повторю, и запрет на профессии некоторые, профессиональную деятельность. И вот возможность, так сказать, иметь здорового, родить здорового ребенка, когда это так желанно, когда женщине уже возраст, так сказать, ну, критический, так скажем, 39, да, 40. То есть я вас правильно поняла, что психологическая поддержка это вот неотъемлемо получается, да? Это так уже складывается. Особенно в сложных клинических ситуациях. А в сложных случаях это складывается просто по и необходимости, и человек, пациент наш должен, собственно, нам раскрыться, должен нам доверять. И если он чувствует, что ему здесь действительно хотят помочь, это совершенно другая работа начинается с пациентом. Спасибо. Давайте все-таки вернемся к клинике, да, вот нашего клинического случая. Игорь Милевич, скажите, пожалуйста, вот клиника, вот в данной ситуации, существуют вообще какие-то клинические особенности течения пульмонологических заболеваний, в частности плевритов, в период беременности? Конечно, существует. В любом случае беременность это особое состояние женского организма. Вот, и мы-то как клиницисты сталкиваемся со сложностями, которые рождает эта беременность, то есть это ограничение каких-то методов, проведение каких-то методов исследования, ограничение возможностей лечения, вот, и это требует с вниманием взвешивать каждый шаг, отходить от этих стандартных регламентов, учитывая состояние женщины. Ну, а вот в данном случае, здесь же клинической симптоматики именно во время беременности не было, вот весь драматизм и ссоре развивался до, на этапе до беременности. Вы знаете, здесь есть две части этого диагностического поиска. Первая, то, чем занимаемся мы, вот, что в данном случае не установлена была изначально природа заболевания, плеврита. Вот, а вторая часть, то, что вот в своих поисках мы иногда увлекаемся и забываем о том, что человек живет своей жизнью, это то, что наступила беременность, женщина сказала, делайте, что хотите, а я хочу быть женщиной, хочу иметь ребенка, вот, то есть в данном случае это было естественным желанием, но для нас, медиков, это создало определенные сложности, вот, потому что распутать эту сложную диагностическую ситуацию до конца, в общем-то, сразу не удалось. Игорь Ильич, об этиологии мы рассуждаем и рассуждали до, ну, официально женщине поставили диагноз туберкулеза. То есть это мы сейчас вот в студии обсуждаем, и поэтому, вот, насколько вы считаете оправданной, была в диагностическом плане такая быстрая диагностика специфической этиологии процесса? Ну, тут сработал стереотип, во-первых, что в нашей стране, где высокая инфицированность населения туберкулезом, туберкулезная природа плеврита часто имеет место. Поэтому ее, в общем-то, после первого этапа лечения успешного и препаратами нетуберкулезными, и кортикостероидными гормонами все равно отправили в противотуберкулезный диспансер. Но заметьте, женщина пошла туда через полгода после того, как ей рекомендовали. То есть она продолжала жить своей жизнью, это ее характеристика. И, в общем-то, вопрос о туберкулезе возник после рецидива. Что, в общем-то, логично, что если плеврит неспецифический... Он редко рецидивирует? Может рецидивировать, но не так часто. А если мы пролечили, и через несколько месяцев возникает рецидив, естественно, для актезиатров и терапевтов поставить вопрос о том, не туберкулезной ли природы. Вот, Владимир Николаевич, учитывая, что вы только что слышали, все-таки официальный диагноз у нее был и остается туберкулез. И поэтому в сроке беременности 9-10 недель врачи-акушеры и гинекологи специализированные в туберкулезной больнице предложили женщине прервать беременность. Показания это плеврит, туберкулезная этиология, и формально они были правы. Я напоминаю нашим коллегам, что еще не отменен существует действующий приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 302. от 28 декабря 1993 года, который называется «Об утверждение перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности». Цитирую из этого приказа одну фразу. «Прерывание беременности показано при всех активных распространенных формах легочного и нелегочного туберкулеза исключением является только миллиардный туберкулез и туберкулезный менингит, так как высока вероятность прогрессирования, утяжеления, течения туберкулеза вплоть до летального исхода». То есть получается, приказ не отменен. Акушеры-гинекологи формально были правы, они действовали согласно инструкции Минздрава. Но этому приказу 20 лет. Вот вы все-таки еще и организатор здравоохранения, помимо того, что вы акушер-гинеколог. Вот скажите объективно, мы можем работать по приказу, которому 20 лет в стране, которая испытывает демографический кризис? Сложный вопрос. Ну вы так все вместе соединили. С одной стороны кризис, с другой стороны приказы. Это верно. И дело в том, что просто за эти 20 лет принципиально произошли изменения, которые не всегда учитываются врачами. Какие изменения? В частности, акушерами-гинекологами. А изменение заключается в том, что желает продолжать или прекращать беременность женщина сама. Вот если она не желает продолжать беременность, можно ей помочь для того, чтобы… А если она желает продолжать, то вмешиваться в этот процесс нельзя. Ей нужно помогать с точки зрения заболевания, ее состояния, но не пытаться настаивать на прерывании беременности. Понимаете, приказ-то имеет, в общем, под собой, как говорится, основу и смысл, потому что в раннем сроке беременности, если будет необходимо проводить специфическую терапию, то ребенок может пострадать, потому что… Эбриотоксические эффекты. Либо надо отказываться от лечения, либо надо проводить терапию, которая не может быть безвредной для плода или, скажем, такой абсолютно. Поэтому, в принципе, здесь ведь нужно ориентироваться на клинику. Здесь никакой клиники не было, если была дыхательная недостаточность, если бы, скажем, были какие-то проявления лихорадочного состояния. Совершенно верно, да. Тогда мы могли бы думать о том, что да, это опасно. А так ситуация, в общем-то, я бы сказал так, предложение прерывать беременность было формальным. Владимир Николаевич, оно было настойчивым, а мы можем надеяться, вы же наверняка компетентнее всех, что вот этот приказ, он изменится. Не думаю, что он изменится быстро, вряд ли. Ну, тогда сейчас вы берете на себя большую ответственность, просто вы являетесь авторитетом практически для всех российских акушеров-гинекологов, и вы сейчас заявляете, что желание женщины приоритетным, и оно возвышается над приказами страны, да? Приоритетно, приоритетно материнство. Оно, кстати, приоритетно во всем мире. Как бы ни больна была женщина, она имеет право рискнуть своим здоровьем ради того, чтобы стать матерью. Поэтому любые в этом отношении рекомендации, они должны быть, во-первых, разумными. И еще раз повторяю, что если женщина, мы видим, что она явно страдает и больна, ей можно предложить, но если она не хочет, нужно ей помогать и продолжать беременность. Да, это осложняет ситуацию, но мы же с вами все-таки понимаем, что врачи не являются милиционерами или там полицейскими. Лишает женщина. Это, кстати, акушеры-гинекологи в настоящее время пока не совсем понимают. К сожалению. И проблема эта заключается в том, что они говорят, ну раньше мы не запрещали, а сейчас женщина приходит с таким риском, а как мы будем отвечать и так далее. Акушеров тоже нужно понять. Это верно. Но в конечном итоге все-таки работать надо на материнство, а не на прерывание беременности. Согласна, согласна. Ну, Лариса Николаевна, вы слышали, да? Ну, конечно. Скажите, в данной ситуации, чтобы решить вопрос, очень важна была гистологическая верификация. И получилось, что здесь идут данные за туберкулез, против туберкулеза. Вот вы могли бы сказать какие-то гистологические критерии, которые подтолкнули на вас на мысль о том, что это скорее не туберкулезное происхождение? Ну, Светлана Ивановна, вы тогда тоже очень принимали активное участие. Вы, собственно, эту больную привели нам, морфологам, да? С ее материалом, со стеклами. И вы помните, что первая реакция морфологов, мое личное было удивление, как на эту морфологическую картину можно было, вот просто на обычный гемотоксилин и азин, на эту картину поставить туберкулез. Вот эта морфологическая картина, которая вот была продемонстрирована и сегодня у нас вот в презентации, она абсолютно не содержит тех, ну, классических признаков морфологических, которые позволяют туберкулез поставить сразу. Ну да, много гранулиом, но они все не эпителеидно-клеточные. Да, есть некроз, но его нельзя называть казуозным, это фибриноидный некроз. В конце концов, и само монотонное изменение плевры, не характерно ли это туберкулеза, который имеет волнообразный характер течения, где гранулиомы разной давности, даже мелкие очаги, фиброз и целый ряд признаков, которые здесь просто не позволяли даже сразу сказать, что это туберкулез. Коллеги, я вот вас правильно поняла, и Игорь Эмильевич говорил о том, что если эксцидативный плеврит, все, стандартно мысль туберкулез. И вы говорите, если гранулиоматоз, стандартная мысль морфолога, да? Да, и морфолога, к сожалению. То есть проблема может быть в стандартизованности мышления, как вы считаете? Вот вы, если позволите, я закончу мысль свою. Мне тоже представляется, что некоторый упрощенный подход к гранулиоматозам и в том числе к гранулиоматозным воспалением плевры, сегодня привел и в легких частности вот к такому процессу, когда у нас осталось, ну, может быть, два, две такие нозологии заболеваний плевры, в том числе, это туберкулез и саркоидоз. Хотя их на самом деле очень много, и мы с этим постоянно сталкиваемся, опять же, в нашем институте и вынуждены каждый раз, в общем-то, варьировать и привлекать целый ряд других лабораторных исследований, где-то морфолог может и сам справиться, по крайней мере, верификация процесса это в нашей власти, да? И даже подсказать, какое лабораторное исследование надо провести, если можно в нашем институте, значит, в нашем институте, тут же, естественно, морфолог с терапевтом, это все в одном, так сказать, да, это все в одном идет тандеме, и, как правило, ну, это так уже заведено в нашем, наверное, институте, опять же, потому что все самые сложные случаи мне представляются у нас, когда начинается консилиум, консилиум, я бы сказала еще, что если брать только морфологию, чтобы, так сказать, только отвечать за свою, значит, отрасль, я хочу сказать, что вот в современном изменении даже легочных нозологий, даже проявлении вот таких синдромов, появления новых, да, один взгляд морфолога, одна только подпись морфолога недостаточная, чаще всего даже морфологи должны проводить в своем коллективе консилиум, мы уже к этому пришли, когда такой сложный случай, у нас две-три подписи, то есть мы обсуждаем, а затем подключаем терапевтов, дополнительные вопросы, то есть сейчас такое время, когда нельзя, нельзя заниматься, конечно, гиподиагностикой туберкулеза, но нельзя и заниматься гипердиагностикой, безусловно. Ильич, вы согласны? Я полностью с этим согласен. Диагностические ошибки будут существовать, пока существует медицина, вот, и бывают ошибки, ну, скажем так, простые, глупые, вот, а бывают ошибки от сложности случаев, в данном случае мы как раз вот такую картину имели. Ну, знаете, вот все, что сейчас вот говорили мы до того, я прихожу к выводу, может, я неправильно, если меня поправьте, что в данной ситуации сложность пациента заключалась именно в стандартизованности мышления клиницистов, которые ввели. Нет? Клиницист всегда настроен на более частые случаи. Это правильно? И это правильно, вот, потому что если мы слышим стук копыт, цитирую я одного уважаемого человека, скорее всего, это лошадь, а не зебра. Но если лошадь полосатая, то это зебра. Вот, поэтому мы какие-то симптомы имеем, в первую очередь включаются наиболее частые ситуации. Если не совпадает, тогда мы уже переходим к менее частым, это диагностический поиск. И тут рецидирующий плеврит был принят за туберкулезный именно в силу динамического стереотипа мышления докторов, которые не занимаются диагностикой от сложного к простому, а именно занимаются от простого к сложному. Вадим Николаевич, а вот мы акушеры-гинекологи, для нас это проблема стандартизованности мышления? Как Вы считаете? Я Вам скажу, по-видимому, ведь ситуация обостряется чем? Скажем, ставится диагноз во время ранней беременности. Мы должны не упустить сроки, если необходимо будет прерывать беременность. Поэтому тут надо либо очень серьезно иметь возможность консультироваться, это далеко не всегда можно сделать. То есть не везде. Консультироваться обязательно, но не везде это можно в настоящем провести. Или быстро решать. Поэтому здесь не только стандартное мышление, но и сроки подгоняют. По поводу сроков, вот отдельный вопрос. Генетические скрининги, они нас, акушеров, очень интересуют в ранние сроки беременности. Мы хотим знать перспективы этой беременности. Но эта женщина 4 месяца до беременности принимала химиопрепараты. А Вы только что сказали, что мы боимся эмбриотоксического эффекта. В результате генетические скрининги показали норму. То есть у женщины был только риск ее возраста. Может быть мы, акушеры-гинекологи, гипертрофируем эту проблему? Как Вы считаете? Ну, я Вам скажу. Женщина, которая рожает под 40 лет, имеет риск или возможность родить больного ребенка, примерно, в 15-16 раз больше. Причем этот риск в основном заключается в болезни Дауна. Ну, и надо сказать, что вот скрининг, о котором Вы так хорошо сейчас сказали, он далеко не 100%. Далеко не 100%. Но высокий процент, вероятность-то высокая все равно. Вероятность болезни Дауна остается после 37 лет. Поэтому скрининг необходим. Причем, если говорить о скрининге, его нужно проводить раньше. Здесь имеем скрининг с 11 недель, а нужно проводить это в 9-10 недель. Поэтому скрининг пока еще имеет большое развитие. И категорически сказать, что вот если мы провели скрининг, мы все сделали на 100%. Его нужно проводить, и мы все делаем. Но это не означает стопроцентную возможность. А что мы можем еще предложить, помимо скрининга? Пока ничего. Пока ничего. Пораньше рожать надо. В возрастном аспекте? Конечно. А как же гениальные люди, поздние роды? Нет, это другой разговор. Гениальные дети. А гениальные – это не совсем здоровые. Поэтому тут вопрос… А, да, гениальность тоже отклонения. Понятно. Это исключение, чем правило. Нет, ну, Владимир Николаевич, Вы же, надеюсь, не будете отрисать, что именно 21 век он характеризуется тем, что все больше рожают женщин позднего репродуктивного Знаете, мне пришлось один раз по телевизору участвовать в передаче, где принимали участие артисты некоторые, я не буду называть фамилии, одной известной актрисы, которая говорит, вот мне врачи говорили, что плохо будет, или может быть, агра ты родила, и ребенок прекрасный. Но она права. Она права. В основном-то все будет прекрасно. К счастью. К счастью, да. Но есть такие случаи, которые не проявляются на телевидении, когда рождается больной ребенок, этого ребенка оставляют, скажем, где-то… Ну, как об этом не скажут. Понимаете, поэтому врачи-то знают. Поэтому, конечно, все-таки возраст – это самый серьезный фактор риска. Существенный фактор. Самый серьезный. Согласна. Ну, конечно, скрининг и так называемая, так сказать, антенатальная диагностика, там не только биохимические показатели, там и ультразвук, там при необходимости есть биопсия. То есть он, конечно, дает гарантию, но не 100%. Ну, видите, как сложно, да, Лариса Николаевна? То есть даже генетический скрининг может дать какой-то субъективизм. А вот в данной ситуации я знаю, что диагноз устанавливался в том числе на основе метода иммуногистохимии. Вот коротко вы можете сказать ваше отношение к этому методу? Ну, Светлана Ивановна, лучше бы вы не спрашивали меня отношение к этому методу. Метод сам, безусловно, высоко специфичен. Но как каждый высоко специфичный метод... В чем у вас сущность? Ну, сущность иммунокомплексная. Это проводится специальными, это используются моноклональные специфические антитела, которые должны найти вот этот, так сказать, возбудительный, у которого есть соответствующие специфические рецепторы. Но, и безусловно, этот метод очень хорошо и широко используется в онкологии, и там в лаборатории целые занимаются. Вот эти проводят как раз подготовку материала, все вот эти исследования. И, возможно, даже врач смотрит непосредственно стекла, а может быть и специалисты подготовленные. Но, когда такой метод попадает вот в рутинную практику, особенно больницы, и практически врачи, морфологи, патоанатомы, понимаете, они заняты еще очень большой другой работой. Это и вскрытие, это изучение, прижизненная диагностика других материалов, постоянно. Это конвейер, это, безусловно, проследить подготовку такого материала непросто. То есть вы сейчас говорите о человеческом факторе? Я говорю о человеческом, да, безусловно, человеческий фактор отражается как на самом подготовке материала, где должно быть как минимум 4-5 контролей. Ну кто, 4-5 контролей. Ведь не зря вот на нашей кафедре клеточной биологии, гистологии, МГУ читается курс, цикл лекций по иммуно-морфологической иммуногистохимии. Понимаете, конечно, метод перспективный. Но применять его надо очень грамотно. И оценку материала врачом тоже надо очень осторожно проводить. Если ты выявляешь единичные формы тех же микобактерий, уже должно быть определенное отношение к этому материалу. То есть я правильно вас поняла, нельзя стоять диагноз только на основании, какой бы не был замечательный метод? В данном случае, если мы связаны с инфекцией туберкулезной, безусловно. Тем более, что был материал приличный, гистологический, и врач имел возможность сопоставить, вот еще о чем. Нельзя этот метод брать в отрыве от классических методов. Безусловно, никто не отменял зоркий глаз морфолога. Значит, морфолог должен был нормально, не торопясь, я уж не знаю, внимательно изучить, прежде всего, материал, если усомнившись в этом, поставить метод и сопоставить хотя бы топографию, особенности метода. Понимаете? Потому что вот тут и как раз и кроется вот этот вот отрицательный момент хорошего метода. Хорошего метода. И не первый раз мы с этим сталкиваемся. Я поняла. Вот в продолжении той темы, которую вы развиваете, Игорь Емельевич. Вот микробиологическая диагностика на всех этапах не дала положительный результат, да? Хотя сеяли. Ну вообще, вы знаете, и вы знаете, Лариса Николаевна, что плевральная жидкость, она очень неблагодарна в смысле микробиологического исследования, биологический субстрат. Почему? Почему так редко вообще выявляются микробактерии именно в плевральной жидкости? Ну, если мы будем говорить об этом конкретном случае, то когда развился плеврит, изменений в легких не было. При рецидиве были изменения в легких, но я, например, глядя на компьютерные томограммы, склонен считать это осумкованным плевритом и единичными очаговыми тенями вокруг этого, хотя, в общем-то, мы так и не ответили на вопрос, что это было, хотя в момент существования этих изменений можно было привести транстракальную пункцию и получить жидкость или какой-то клеточный материал. И если говорить о генезе плеврита, то он может развиться при прорыве козеозного очага, когда есть туберкулез легкого, и тогда будет плеврит, в котором обнаружат возбудителя. А если у нас нет изменений в легких вообще, то это какой-то микровоскулит в условиях гиперсенсибилизации, откуда там возьмутся возбудители. Просто там нет очага, где размножаются возбудители. Поэтому в данном случае мы ничего и не получили. А вот обнаружение иммуногистохимическим методом возбудителя в легочной ткани вызывает сомнения, потому что бралась плевра. Но не легочная ткань. И если не нашли этого возбудителя в плевральном выпаде, то в плевре наличие, тут трудно сказать, может быть, это те возбудители, может быть, какая-то ложноположительная реакция имела место. Но я должен сказать, что больной не провели элементарных исследований. То есть не было сделано. Пробы в Монтуне поставлены, хотя она обследовалась в противотуберкулезном диспансере. И мы вот разговаривали о том, что от сложного к простому нужно идти или от простого к сложному. Здесь наиболее сложный метод был применен. Хирургический, иммуногистохимический и были забыты совершенно элементарные правила обследования. И эти методы уже были сделаны, проведены после рождения ребенка. И они показали, что нет инфицирования туберкулезом пациентки этой. Поэтому вот когда обсуждался вопрос туберкулез, не туберкулез, в данном случае сложный, на него не попытались ответить простыми методами. Вот это второй вывод, который я сделаю из беседы с вами. Значит, мы увлекаемся дорогостоящими, модными, красивыми методами и забываем о классике. Какие-то, может быть, имеют смысл, как вы говорите, от простого к сложному. Начинать с классики. Конечно. Только так и могу. И сложный надо уметь грамотно выполнить, чтобы не получить непродиагностику. И интерпретировать, соответственно, результаты. Да, да, да. И десквалификацию самого метода. Владимир Николаевич, ну, видите, наши коллеги испытывали большие сложности в идентификации патогенного микроорганизма. Но у женщины во время беременности было обследовано на другие инфекции. Была обнаружена высокий титер антителокцитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоза. Но мы-то с вами знаем, что это очень частые инфекции в акушерстве. Как лично вы к ним относитесь? Какой риск вообще у этих инфекций? Понимаете, этот вопрос тоже, кстати, между прочим, как все другие, достаточно сложный. Потому что, когда женщина обращается в женскую консультацию по поводу беременства, первое, что ей пытаются сделать, это выявляет антителокцитомегаловирусу, герпесу. Потом находят, скажем, во влагалище хламидии. Ну, хламидии, кстати, не совсем может быть правильно. Ну, скажем, уэроплазмы и другие микроорганизмы. И говорят, что это очень существенно. Понимаете, если у женщины имеется инфицированность цитомегаловирусом или герпесом, то беременность малоопасна. Я вам приведу пример. Если первичное заражение, скажем, герпеса во время беременности, то процент возможных неприятностей стороны плода не менее 20-25. А если у них была инфицированность и есть антитела, то процент поражения плода меньше 1%. А как же, если обострение хронической инфекции? Обострение – это обострение. Это я говорю о том, что есть носительство, а есть обострение. Поэтому, когда, конечно, рецидивируют герпес во время беременности, проводится лечение, и в ряде случаев антивирусное лечение, несмотря на то, что это, как говорится, непростая терапия. Поэтому мы говорим об инфицированности или остром процессе. Ну, когда говорят относительно, кроме цитомигаловируса, у нее еще был токсоплазмоз. Это, конечно, для беременности довольно серьезная ситуация. Обязательно проводить лечение необходимо. Ну, и я не исключаю, что, может быть, в какой-то степени клиническая картина была связана именно с этой инфекцией. С этими инфекциями. Вадим Николаевич, а вот то, что мы получили хороший эффект от иммуноглобулина профилактики, мы ограничены противовирусными спецификами. Я понимаю. Это же сейчас популярно очень. Ну, вы знаете, я хочу ответить формально. Вот есть кохрановское руководство, где, так сказать, собраны метаанализы того, что полезно, что бесполезно, а что вредно. Иммуноглобулины бесполезны. По кохрановскому руководству. Я имею в виду для беременных. Это очень дорогой метод, если брать настоящие иммуноглобулины. Поэтому о нем все время идет дискуссия определенная. Ну, публикации достаточно научно. Умеется, конечно. По кохрановскому анализу это недоказанный эффект. В данном случае, как вы показали, эффект есть совершенно явно благоприятный эффект. Поэтому что можно сказать? Формально вроде бы нет, а вообще-то, если есть возможность, провести всегда в таких случаях неплохо. Потому что, ну, надо иметь в виду, что есть и отрицательные свойства иммуноглобулинов, но, к счастью, редко выражающиеся. Потому что могут быть аллергические реакции на эти препараты. Белковые препараты. Безусловно, это не безобидно, это под контролем. Но при наличии инфекции, при необходимости проводить лечение и, ну, как говорят, активировать иммунную систему женщины, она же получает пассивно, так сказать, препарат, который позволяет справиться с инфекцией. Лариса Николаевна, ну вот вы сейчас услышали интерпретацию данных со стороны Владимира Николаевича. А вот скажите, гистологически можно как-то заподозрить присутствие таких инфекций, как цитомегаловирус, токсоплодизмоз? Нет, в общем-то нет, конечно. А ему напишите химически? Да, нет. Можно. Сейчас, в общем-то, перспективу, определенную перспективу, на мой взгляд, представляет, конечно, ПЦ-реакция на срезах. Вот это то, что сейчас должно развиваться, в принципе, развивается, и что, безусловно, поможет при целом ряде инфекций плевритов и легочных. Безусловно, вот здесь за этим будет хорошая диагностика, безусловно. А так, гистологически, ну, серозный выпад, да, это не плеврит не специфический, скажем, эксудативных процессов, да, это немножко другая картина клеточной реакции, это мононуклеары, это макрофаги, так сказать, ну и что? Ну и что? Без верификации по-настоящему о природе говорить нельзя. Сложно. Морфолог, вот я уже и говорила о том, что как раз морфолог, там, где начинаются неспецифические плевриты, вот он полностью зависит уже, так сказать, и... Но вот и в этой ситуации, в нашем случае, ведь помните, морфолог предложил сделать все-таки серологию. До сих пор вот больная прошла такой путь, и нигде не подумали о том, что да, если это плеврит, давайте-ка мы посмотрим. Почему было такое предложение? Потому что мы тогда уже заподозрили некую, так сказать, некоторую патологию, с которой наш институт последние 3-4 года как-то стал стал сталкиваться наиболее часто, который идет под маской туберкулеза всегда, я имею в виду некротизирующий саркоидный грузматоз. Если будет время и, так сказать, желание, я смогу на этом остановиться. Обязательно, это немножечко позже. Сейчас я хотела бы постепенно идти по клинике. Игорь Милевич, скажите, пожалуйста, во время дебюта получен был эффект от неспецифической антибактериальной терапии, во время рецидива был получен эффект от специфической терапии. Конечно, это вводило в заблуждение клиницистов. А вы можете как-то это объяснить с точки зрения клинического течения плевритов? Почему вот и в том, и в другом случае были получены эффекты? Во-первых, у нас не было контрольной группы, и мы не знаем, была ли спонтанная регрессия, потому что в первом эпизоде применялась комбинация антибиотиков, абсолютно неэффективных, таких как гентамицин, с кортикостероидными гормонами, которые обладают сильным противоспалительным действием и при плевритах любой природы почти всегда назначаются. Даже при туберкулезных в сочетании с противотуберкулезной терапией. Поэтому говорить о том, что вот краткосрочный курс противотуберкулезной терапии привел к выздоровлению, вряд ли можно. Если мы рассматриваем этот гранулематоз как нетуберкулезный, при нем описаны случаи спонтанной регрессии. И вполне это возможно. Поэтому доказательность в данном случае вряд ли существует. Понятно. Владимир Николаевич, вот может быть я, конечно, неверно мыслю, но именно на фоне проведения иммуноглобулина профилактики больше не было рецидива плеврита и вообще вот этого заболевания легочного. Можно это связать или это неэтично? Нет, вот вы получили ответ при предыдущем вопросе. Самостоятельно может пройти это заболевание. Не обязательно иммуноглобулина профилактика. То есть вы вообще скептически, да? Нет, я не скептически. Дело в том, что, понимаете, наши отечественные производители тоже выпускают иммуноглобулины. Да, конечно. Но очень скромного качества. Поэтому думать серьезно об иммуноглобулина терапии, скажем, в пределах широкого применения сейчас невозможно. В данном случае я просто не буду рекламировать препарат. Был не отечественный препарат. Я знаю, да. Поэтому я и говорю, что отечественный применять рискованно. Нужно иметь очень серьезные показания. А не отечественный мы широко применять не сможем. Ну а говорить относительно того, что прошел плеврит, да, он мог и сам пройти. Ну и титры снизились цитомеглавирусные существенно. Титры снизились, да. Сколько она эффективна в каждом, ну скажем, конкретном случае. Борис Николаевна, ну вот теперь я хотела бы, уже мы логично подошли. Если это не туберкулез, то что это? Ну, по той, прежде всего, морфологической картине. А давайте начнем даже и раньше, из клиники. Вот вы позвольте, был вопрос и к Игоре Миличу, а я как раз задумалась над простым вопросом. Нам говорили, что вроде бы та терапия, которая назначалась изначально, вроде бы она была эффективной. Но мы же постоянно с этим сталкиваемся. Говорят, да, была эффективной. Для чего? Чтобы больную перевести в другое учреждение. То есть, как оценивалась эта эффективность, да? Насколько мы можем ей верить? Вот по тому процессу, который, как мне представляется, развивался в этом случае, да? Собственно, и не было, кстати, о чем говорить, какие должны были быть показатели. Ведь у нее же не было серьезной клинической демонстрации процесса. Но во время беременности. И раньше тоже, я не считаю, что она была такая серьезная. Вы имеете в виду клинической симптоматики? Да, ну даже за туберкулез. Да, это было, когда было первый раз, безусловно. Она была кратковременная. И они сами не сочли, что и помогла-то терапия. Потому как мы смотрели материалы этой болезни, мы не видели, что они были удовлетворены. Они ведь посоветовали все-таки сделать открытую биопсию, посмотреть на этот процесс шире. Ну, это уже после рецидива. Ну, после рецидива рецидив-то был такой кратковременный. Лариса Николаевна, давайте вернемся вот к этой форме, которую вы начали. Да, поэтому мы склонны, безусловно, мы сейчас разбираемся с этими, с этой патологией, в том числе и плевра оказалась здесь, так сказать, не последней в целом ряде случаев. Я хочу речь, тем не менее, ну, это, естественно, мое мнение, и я не претендую, так сказать, на последнее. Имею право, потому что мы занимаемся теперь по необходимости и этой патологии. Я имею в виду воскулиты. Я имею в виду воскулиты, которые по-настоящему у нас мало изучаются. Мне так представляется, мало изучаются. И морфологи к этому подошли. Почему? Ну, во-первых, их стало очень много. В данном случае у вас осуществляет реакция. Да, да, и если вы помните, даже в том описании, которое мы дали, мы написали так, грануматозное воспаление плевры с вовлечением стенок сосудов. Конечно, для того, чтобы найти стенку сосуда и четко сказать, что вот здесь располагается гранулема, вот именно при грануматозных воскулетах очень трудно. Почему? Потому что сосуды спадаются. И сказать, что это был сосуд, уже невозможно. Но на серийных срезах, то есть врач, если он располагает временем и желанием, он должен весь материал просмотреть, и все-таки где-то можно найти. Мы нашли, и мы это написали. Дальше. Вот сам весь процесс. Вот мы говорим, что в легких не было изменений. Ну как же? А вот этот большой суплевральный очаг, который появился на фоне химиотерапии, и сколько было предложений чуть ли там не провести пункцию, взять биопсию. Повторно. Повторно у человека, который уже прошел путь сложной диагностики, и уже напуга, именно потому что наступила вот эта беременность. И вот это она просто в том состоянии была, ну в очень разрушенном состоянии. Эта женщина, она просто не знала, что со всех сторон ей говорили по-разному. И вплоть до того, что давайте-ка вот мы все-таки посмотрим, а что же там вот это за округлое суплевральное образование, довольно крупное, и которое очень успешно у нас ушло вот в процессе беременности. А, кстати, в процессе беременности, Вадим Ильич. Ну, во-первых, потому что у нас уже был после этого случай. Тогда мы очень аккуратно, мы так и не настаивали, да, на том, что это НСГ, нокротизирующий саркоидный гранматоз. Это мы с вами только вот сейчас написали, да, такую статью. Публикацию. Готовим, подготовили. А ведь вот перед этим буквально у нас был случай, нам очень помогает такой материал собирать в Пушкинский военный стезиатрический госпиталь, когда у меня одновременно от больного был материал и плевры, и легкого, большой материал. И плевра там была очень похожа на то, что мы видели вот у нашего пациента. И при этом был материал из легкого. В данной ситуации не было. В данной ситуации не было, и мне не надо было. Вы помните, даже не ставила вопрос о том, что хотелось посмотреть, что там внутри. Это было уже, это было просто не нужно. Потому что абсолютно не было никаких других признаков, вот какого-то, даже саркоидоза. Потому что даже не было элементарного фиброза. Даже не было элементарных наложений фибрина, чтобы говорить о каком-то плеврите, который мог уйти в Эмпиему и стать даже осумкованным. Здесь морфология была очень осознанная. Тем более, что мы уже и до этого обратили внимание на нокротизирующий саркоидный гранматоз, который сопровождается, ну, не очень сильными клиническими проявлениями, не бывает с сильно выраженным интоксикационным синдромом. При этом, хотя всегда таким больным ставится диагноз туберкулеза. Я поняла, да. Я вот на минуту вас... Он доброкачественный и может сам излечиваться. Я поняла. Владимир Николаевич, вот Лариса Николаевна затронула свои темы влияние прогестерона. Вот вы можете как-то как-то решить? Нет, но влияние прогестерона, я думаю, что это слишком... Слишком, да? Недостаточно для решения о беременности нет. Ну, прогестерон не является доминирующим гормоном, конечно, во время беременности. Там очень много гормонов изменяется, все изменяются. Но я просто хотел вернуться к гаммоглобулинотерапии. Вот если проводилось другое лечение, любое другое лечение, оно может повлиять на антитела. Совсем не обязательно это гаммотерапия. Во время беременности больше ничего не проводилось? Только это? Ну, думаю, что вряд ли. Наверное, все-таки что-нибудь проводилось, если проанализировать все это. Нет, она отказалась от противотуберкулезной терапии. Ей предлагали противотуберкулезной терапии. Любые антибиотики, любое воздействие. Никаких антибиотиков? Был разговор о кротикоидах, они сразу нестились на ручку. Это было до беременности. Я понимаю. Вот именно накротизирующий... Во время беременности ничего, только иммуноглобулинотерапия. Именно накротизирующий саркоидный гравматоз протекает... Ну, относительно изменений вообще при беременности. И беременность, конечно, влияет на любой патологический и, скажем, физиологический процесс, конечно. Но не только это прогестерон. Понимаете, там в тысячу раз больше эстрогенов, в тысячу раз больше эстрогенов, по сравнению с небеременным состоянием. Но прогестерона тоже достаточно, конечно. Но не в тысячу раз, а поменьше. Но получилось самоизлечение. Вот, Игорь Ильич, вы же знаете, что на пятые сутки после родов проведена компьютерная томография, и там только фиброзные изменения. У вас... Да, я вот как раз все заметочки по течению болезни сделал. И смотрите, какая динамика. Сперва у нас плеврит, который уходит фактически на кортикостероидах, ну и с добавлением антибиотиков широкого спектра. Быстро уходит. Очень быстро. Через несколько месяцев, по-моему, там где-то через полгода у нас рецидив его с образованием в легких уже. Вот. И месяц пациентка находится в клинике. Вот хотелось бы узнать, какое оно лечение получало за этот месяц, перед тем, как была проведена биопсия. И рецидив все-таки клинически был выражен. Там был и болевой синдром, и повышение температуры. Какое лечение проводилось? Нет, этот месяц пациентка находилась в условиях пульмологического стационара. Просто она поступила с клиникой интоксикации, и в этом состоянии хирурги не могли взять ее на плановую лапароскопическую биопсию. Поэтому клиницисты поступили так. Они снимали интоксикационный синдром, ей проводилась дезинтоксикационная терапия, и опять же антибиотики широкого спектра действия. И когда упала температура, состояние более-менее нормализовалось, ее взяли на видеодергоскопическую биопсию. Да, получили вот этот материал диагностический, который послужил основой диагноза туберкулеза. Но вот я подчеркиваю еще такую вещь. Опять же, она была оперирована 26 мая, а 7 июня она была выписана уже из клиники без каких-либо жалоб. Это тоже, в общем-то, против диагноза туберкулеза. Так быстро туберкулез не проходит, и спонтанная регрессия этих изменений, которые мы предполагаем не от лечения. Игорь Михайлович, нет туберкулеза. Лариса Николаевна свою версию диагностирует. У вас есть какая-то диагностическая версия? Ну, я в данном случае не могу согласиться с Ларисой Николаевной, потому что мое представление о крайне редко встречающемся заболевании с саркоидно-некротизирующим гранулематозе, оно как-то не соприкасается с оксудативным плевритом. Там изменения локализуются под плеврально, в легком, возможно, их спонтанная регрессия, и очень часто это путается с саркоидозом, который достаточно распространен. Мы такие случаи видели. И это хорошо отвечает тоже на кортикостероидную терапию. В данном случае, безусловно, это какой-то гранулематоз, но проблема на сегодня такова, что гранулематозов много, и мы о них еще недостаточно знаем. Я думаю, что просто подходящий термин для нашей пациентки, чтобы обозначить нозологию, просто еще не найден. Но, безусловно, это, как говорят специалисты, такое общее название не специфический плеврит, то есть не туберкулезный, если перевести. А какой конкретно, мы сказать не можем, но все, слава богу, благополучно закончилось. Вот, несмотря на то, что больной проводился короткий курс противотуберкулезной терапии. И на фоне как раз и возникло вот это очаговое образование. Суплевральное на фоне химиотерапии. Коллеги, можно мы к акушерству? Может, все-таки женщина была беременна? Вадим Николаевич, вот видите, спор шел, спор сохраняется, да? А что же нам, акушерным-гинекологам, делать в такой ситуации, если клиницисты, морфологи не могут? Вот мы, опять же, затрагивали изменения гормональные. В первую очередь, происходит повышение глюкокортикоидов. Они эндогенно могут воздействовать на очень многие вещи. Вот об этом и речь. Поэтому я не думаю, что там вот именно... Конечно, там гормональные изменения доминируют, но не прогестерон, а все же так. А там и нужны глюкокортикоиды. Дело в том, что вот анкреатизирующий саркоидный громатоз и лечат. Это мировая практика. У нас мы только-только начали верификацию. Глюкокортикоидами и цитостатиками. Нет, поэтому приберемся, это возможно, потому что функция... Владимир Николаевич, а кушерам-гинекологам что делать? Мы с вами решили уже, что 20-летним приказом мы не можем. Во-первых, надо сказать таким образом. Мы уже сказали, что все зависит от клиники. Если женщина все-таки имеет ограниченную клинику, как в данном случае, волноваться не нужно. Консультироваться со специалистами, если там будет подтвержден диагноз. А специалисты не могут прийти к общему мнению? Ну и что? В таком случае бывает такой... Просто случай не такой яркий. Поэтому все зависит от того, как она себя чувствует. Неплохо себя чувствует, продолжается беременеть. А клинические протоколы есть? Клинические протоколы есть по ведению, допустим, беременных с заболеваниями органов дыхания? Нет, нет. Нет? Нет. А нужны они? Ну, конечно, нужны. Конечно, нужны. Дело в том, что мы перед передачей уже обсуждали этот вопрос. Понимаете? Ну, возьмите, скажем там, целый ряд экстрагенитальных заболеваний. Их же очень много. Есть клинические протоколы по ВИЧ-инфекции. По сифилису. Есть такие вещи. Но ведь невозможно по всей экстрагенитальной патологии работать по протоколам. Это нереально. Но есть одна особенность нашей страны. Дело в том, что во многих, в большинстве развитых стран беременных ведут не акушеры-гинекологи, а врачи общей практики или врачи семейные. Это правильно, вы считаете? Это все интернисты. Понимаете, это интернисты. А акушер-гинеколог чем занимается? Фетоплацентарным комплексом. Как растет ребенок, как он развивается, нет ли там неприятностей, как себя чувствует беременная. Но он не занимается пилонефритом. Он не занимается гипертонической болезни. Но представление-то он должен иметь. Но представление каждый доктор должен иметь. Но дело в том, что врач, скажем, общей практики, ему не нужно представление о пилонефрите. Он прекрасно это знает. И о гипертонической болезни тоже. Он не знает, что такое проэклопсия. Это другой разговор. Но он хорошо знает, что такое гипертония. Поэтому врач-акушер-гинеколог в Советском Союзе и сейчас у нас, он как бы приравнивается к такому, знаете, участковому доктору. Два терапевтического участка, один участок акушер-гинеколога. Вовремя взвесится. Ну а акушер-гинеколог узкий специалист. Так же, как ухо, горло, нос, я не знаю, там и прочее. Он занимается фетоплацентарным комплексом. Причем занятий ему хватит. Более чем. Вадим Николаевич, вот я правильно делаю дальше, развивая Вашу мысль, что решение о пролонгировании прерывания беременности, в таких случаях тогда не акушер-гинеколог должен принимать. Акушер-гинеколог всегда будет принимать это решение. Но он будет иметь квалифицированную рекомендацию терапевта. Квалифицированную рекомендацию терапевта. Потому что терапевт скажет, насколько это острый процесс. Опасный, да? Да, насколько он будет прогрессировать. А акушер-гинеколог решает вопрос о продолжении беременности. Причем в современных условиях он должен иметь в виду возможности, необходимость продолжения беременности. Наша программа называется «Сложный пациент», Лариса Николаевна. И вот что для Вас сложный пациент в данной ситуации? Все-таки это трудность клинической ситуации? Или все-таки неумение врачей разных специальностей прийти к какому-то коллегиальному мнению? Как Вы считаете? Ну, Вы знаете, конечно, я однозначно не ответишь. С одной стороны, появляется сейчас... Мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда появляются и новые синдромы, и даже нозологии. В этом надо разбираться. И для этого должна быть хорошая школа и обучение. И на наших конгрессах национальных в том числе, где ушли уже понятия патогенеза, надо к этому опять возвращаться. То есть школа, обучение, современные патологии, ее изменения в современности, влияние же окружающей среды. Наши пациенты сейчас по всему миру отдыхают и привозят, и заражаются чем угодно. И, в общем, теперь надо как-то опять разбираться. Ну и с другой стороны, действительно, как-то сталкиваемся сейчас с тем, что, на мой взгляд, упал профессионализм. Упал профессионализм. Я буду говорить о морфологах, безусловно. Безусловно. То ли потому, что как-то время мало остается на исследованиях. То есть вот такие центры, больницы тем более, они работают на конвейере, на потоке больных. Наверное, некогда даже бывает вот так долго сидеть. Рутинность. Рутинность заедает, безусловно. И, понятно, ругать никого здесь не следует, но думать и повышать профессионализм надо. Надо возрождать школы, надо что-то, в общем, нам делать. Потому что от понятия патогенеза, изучения, зависит диагностика. Помните, доктора, был хороший опыт при Советском Союзе клиникам, морфологические конференции. Да. Когда заседания... Мало где они остались. Это раз. Дело в том, что в нашей практике они продолжаются обязательно. У нас тоже они продолжаются. Может быть, это одно изрешение? Мне все-таки кажется, что надо опять возвращаться к изучению патогенезов. Даже тот же саркоидоз, который считается уже, в общем-то, как бы даже изученным. Вот я видела программу по саркоидозу недавно. Как-то так сразу и начали с того, что патогенез изучен. Мне, например, непонятно, почему мы получаем граноматозы, чаще всего под диагнозом туберкулез или саркоидоз. Лариса Николаевна, вот при всем уважении, немножко грустно вы говорите. Нет-нет-нет, ну грустно, а что делать? Давайте сейчас мы будем говорить, что все у нас более-менее. Я хочу не вмешаться в разговор. Вот если бы мы сейчас с вами обсуждали показатели здоровья нашего населения, вот с позиции Миндрава и так далее, на что бы мы обратили внимание? Вы обратите внимание, как выступают представители министерства, сейчас, допустим, да и наши и руководители тоже. Все ссылаются на две вещи. Рождаемость несколько увеличилась, детская смертность снизилась, материнская смертность снизилась. Больше ведь ничего нет. Заболеваемость туберкулезом снижается. Ну это индикаторы целевые. Заболеваемость туберкулезом, я не знаю. Я говорю, акушерские дела. Поэтому вот я могу сказать в нашей области, вы знаете, вот эти показатели зависят, вот это улучшение материнские и там детские, они зависят только от одной причины. От самоотверженной работы акушеробнику. Но я говорю иногда иначе. От чрезмерной эксплуатации акушерогинекологов они уже не будут через некоторое время так работать. Потому что ответственность настолько велика и, как говорится, благодарность за это настолько низка, что все это в ближайшее время может рухнуть. Ну да, это тоже причина, конечно. Понимаете? У нас работают акушерогинекологи, по большому счету, в лучшем случае среднего возраста. А молодежь уже не хочет идти на такое ответственность. А раньше это была очень престижная специальность. Ну она всегда была престижная, конечно. Но дело в том, что молодежь не хочет нести такую ответственность. Это огромная ответственность за две жизни, матери и ребенка. Поэтому, конечно, мы вот сейчас рассуждаем о медицинских проблемах. Это очень важно. Но нужно решать все-таки проблемы социальные. Согласна. Игорь Милевич, ну вот несмотря на то, что сейчас идет диалог между акушерогинекологами, я знаю, что лично вам тоже очень близка эта идея сохранения беременности во имя жизни. В данной ситуации, вот ваша позиция, сохранять беременность или все-таки вот это мы должны соблюдать приказы Минздрава и это нас защищает от многих... В данном подстраховании я абсолютно солидарен с Владимиром Николаевичем. Это гуманистическая позиция такая. И, в общем, для чего мы рождаемся? На свет не соблюдайте приказы Минздрава. Иногда не совсем удачные. Вы мне сейчас скажете. Нет, ну я не против приказов Минздрава. Они все-таки взвешиваются. А ради того, чтобы человек жил. И в данном случае вы с уважением отнеслись к мнению пациентки, потому что формально ей надо было прервать беременность. Но у нее было великое желание. И, в общем-то, обстоятельства жизни ее подгоняли. И в данном случае вы ей помогли стать матерью, родить здоровую девочку. То есть это хэппи-энд замечательной совершенно истории. Хотя вот по ходу развития этой истории было очень много противоречий. И, конечно, когда бездумно следуют инструкции и творят зло, это никак нельзя одобрять. Потому что инструкция может быть разумная, но этот человек просто и не дочитал. И что-то такое вот посоветовал. Надо всегда думать, что важнее. Рождение здорового ребенка, которое было всеми обследованиями доказано, что патологии плода нет. Значит, можно дальше продолжать беременность и рожать. Это очень важно. В 2008 году издан новый приказ Минздрава, который касается экстрагенитальной патологии. И он, в общем-то, вполне правильный. Другое дело, удастся ли его выполнить. Там четко указано, что все экстрагенитальные заболевания не касаются акушеров в прямом смысле. Должны вести их терапевты. Если у женщины имеется саркоидоз, или порог сердца, или, я не знаю, там что-то еще, она должна находиться под наблюдением и в стационаре по принципу болезней. Пока этого нет. Но это очень облегчило бы нашу жизнь. Вот я вам скажу, в Москве существуют кардиологические родильные дома. В мире нигде такого нет. А у нас существует. У нас имеется, скажем, родильный дом, который специализируется по диабету. Нигде этого нет. Понимаете, никто не кладет в родильный дом для того, чтобы лечить сердце, или, не дай бог, там какую-то операцию делать на сердце. Все равно в роддоме этого не будет. То есть у нас реализован мультидисциплинарный подход, который проповедуется во всем мире. Мы надеемся, что именно это. Дело в том, что, вот скажем, если у женщины серьезный порог сердца, то она должна быть при беременности. Ну вот, в кардиологическом центре, скажем, у Бакерия. А совсем не в родильном доме. Не все женщины нашей огромной страны могут себе это позволить. Вот я и говорю, что можно ли это реализовать? Лекарство есть, а можно ли это? Понимаете? Но тут надо сказать, что, конечно, когда это ординарное течение болезни, они будут в родильном доме. А когда это тяжелое течение болезни, они должны находиться вот. Но понимаете, в чем дело? Где в мире вы найдете родильный дом? Есть госпитали, большой больницы? Многопрофильные. Или частный родильный дом, который работает совсем по другим принципам. Поэтому не нужно выдумывать велосипед. Если акушерское отделение является отделением многопрофильной больницы, все вопросы решены. Скажите, в Москве много таких отделений? Ну, конечно. Из 33 учреждений всего 7. Всего 7. Ну, все-таки есть, они есть. Это, да, в многопрофильных больницах, где оказывается любая помощь. Прекрасная, кстати, помощь. И когда меня спрашивают, а где рожать? Я говорю, вот как раз в этом отделении. Или в нашем центре акушерства и гинекологии, который является многопрофильным, потому что у нас и терапевты, и хирурги, и анестезиологи, и иммунологи, и трансфузиологи. Но они сделают же это в любом родильном. В любом, даже перинатальном центре это не предусмотрено. Ну, конечно, возможности у всех больниц сразу. А у нас строят перинатальные центры в чистом поле. Ну, это тема для другой программы. Да, это тема для экстрементальной патологии. Понимаете, это все решить можно. И можно было. Это давным-давно предлагалось. Я, кстати, 26 лет был главным акушерогинекологом России. Да, мы знаем. И мы всегда говорили, нельзя строить отдельные родильные дома. Знаете, некоторые люди, остроумные говорили, что сумасшедший дом, понятно, что такое. А родильный дом, непонятно. Что такое родильный дом? Нет никаких домов. Есть родоспомогательные учреждения в системе родоспоможения. И все было бы решено. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Вот вы помните, в клинической презентации там была в конце репродукция картины Густава Клинта «Жизнь и смерть». Вот скажите, у вас огромный стаж и наверняка масса таких интересных историй. Вот для вас лично прерывание беременности вы смотрите уже так отстраненно? Это рутинная работа? Или все-таки это тяжелый нравственный выбор для вас? Нет, ну, вы знаете, это вопрос крайне сложный, как любой другой. Понимаете, что такое прерывание беременности? Это убийство ребенка. И, в общем, все это теперь уже понимают. Хотя наши женщины еще не до конца это осознают. Это оставляет след на всю жизнь. Не только с точки зрения медицинской, это точно оставляет след, но и с точки зрения психологической. Не всегда это осознается. Но это обязательно проявится. Или осознается с годами. С годами. Поэтому, конечно, прерывание беременности это очень тяжелый, как говорится, крест для женщины. Но это не женщина виновата, это мужчина виновата. Это ценные замечания. Нет, это давно известно. Доктора, делаем выбор за жизнь, да? Правильно я поняла, да? Уважаемые коллеги, большое вам спасибо за то, что была такая интересная дискуссия. Напоминаю вам, что сегодня наш прямой эфир был посвящен теме ведения беременности пациентки с плевритом неясной этиологии. И мы хотели бы призвать своих коллег в сложных диагностических, неясных ситуациях все-таки делать выбор в пользу жизни. На сегодня все. Ждем ваших комментариев на сайте нашего канала. И всего доброго. До новых встреч.